МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Международный день борьбы с коррупцией отметили в Караганде. В торжественной обстановке специалисты антикоррупционного ведомства наградили студентов, журналистов и руководителей вузов. Семь граней великой степи глазами молодежи. 180 статей опубликованы студентами в рамках Республиканской научно-практической конференции «Моя Родина, Казахстан». Творчество не имеет границ. В Караганде состоялся третий городской фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Международный день борьбы с коррупцией отметили в Караганде. В торжественной обстановке специалисты антикоррупционного ведомства наградили студентов, журналистов и руководства вузов, которые внесли свою лепту в формирование нулевой терпимости к коррупции. Один из награжденных – журналист телеканала «Первый карагандинский» Токжан Лянова. Владислав Антонюк занял третье место в конкурсе «Эссе» на тему «Роль молодежных организаций в формировании антикоррупционной культуры». Этой темой молодой человек увлекся во время элективной дисциплины. Владислав рад своему успеху и уверен в том, что абсолютно все члены общества должны участвовать в искоренении коррупции. Я, конечно, не ожидал, но мне было очень приятно, такая честь, в таком красивом зале. Столько людей пришло посмотреть, поддерживают. Мне очень приятно. Темой «Эссе» было воспитание антикоррупционной культуры у молодежного направления и использование молодежных организаций. Я хотел именно сделать акцент на то, что у молодежи должно воспитываться неприятие, полное отсутствие, нетерпимость к антикоррупции. Помимо студентов, награды получили вузы региона, акиматы городов и сельских округов, а также представители средств массовой информации. Церемония награждения превратилась в красивый праздник, который украсили выступления оркестра и талантливых исполнителей Караганды. В департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции отметили, что Международный день борьбы с коррупцией – это не просто праздничная дата, а повод подвести итоги плодотворной работы, проделанной за год. В рамках этого форума мы подводим итоги проделанной работы. В своем послании глава государства отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией должна продолжаться. Мы делаем все, чтобы она приносила плоды. Все эти конкурсы стали традиционными. Поэтому и в следующем году мы будем призывать молодежь принимать участие в конкурсах эссе и дебатных турнирах. Пожалуй, лучшим показателем эффективности работы антикоррупционной службы Казахстана является строчка в независимом рейтинге. Впервые за годы независимости Казахстан набрал 31 балл и занял 122 место из 180 стран мира, покинув список наиболее коррумпированных стран. Все это заслуга неустанной работы по борьбе с коррупцией. Новые методы профилактики и разрешения социально-трудовых конфликтов обсудили участники Международной научно-практической конференции, которая прошла в Карагандинском государственном университете. Чиновники, ученые и производственники дискутировали на различные темы, посвященные разрешению трудовых споров. Трудовые конфликты между работником и работодателем всегда были, есть и будут возникать. Как решать споры с выгодой для обеих сторон? На этот вопрос искали ответ участники Международной научно-практической конференции, посвященной регулированию социально-трудовых отношений. Участники конференции – правозащитники, профсоюзы, представители работодателей и правоохранительных органов, а также ученые. Среди них доктор юридических наук, профессор столичного Евразийского национального университета Янлик Нургалеева. Как вы знаете, наемные работники особо подвержены всяким изменениям во время экономического кризиса. И, конечно же, президент много говорит о том, что необходимо поднимать минимальную заработную плату, прожиточный минимум. Недавно был принят бюджет республиканский. В этом бюджете есть новые цифры, связанные с минимальной заработной платой, связанные с минимальными пенсиями, с повышением пенсии. То есть ряд социальных вопросов, которые уже решаются на государственном уровне, программных документах государства, все они будут сегодня обсуждены. Участники особо подчеркнули, что в настоящее время социальная ответственность бизнеса должна выходить на передний план экономического развития. Предприниматели и крупные промышленники должны заботиться не только о прибыли в краткосрочной перспективе, но и готовить задел на активную деятельность своего предприятия в будущем, заботиться о росте стоимости своей компании. Стоимость компании будет расти только при условии, если они заботятся не только об экономических аспектах своей деятельности, а также об экологических и социальных аспектах. Потому что не может быть успешно развивающаяся компания только тогда, когда она заботится только о том, чтобы выжать больше из бизнеса. Сегодня очень актуальна тема устойчивого развития бизнеса. Вся планета заботится о том, потому что современный этап развития человеческого на планетарном уровне предполагает обеспечение такой деятельности, которая бы позволяла и будущим поколениям также удовлетворять свои потребности. На конференции также было отмечено, что эта тема для Карагандинской области как нельзя актуальна. Самый крупный трудовой конфликт последнего времени произошел в декабре прошлого года между шахтерами и работодателем в лице компании «Арселор Миттл Тимиртау». Социальную напряженность удалось снять благодаря работе трехсторонней комиссии. Социально-трудовые конфликты, возникающие на промышленных предприятиях, являются одной из актуальных проблем нашего региона. Все эти проблемные вопросы были урегулированы в результате слаженной работы государственных органов и трехсторонних комиссий. И, как показывает практика, сегодня в руководителе предприятия необходимо по-новому устраивать работу с трудовыми конфликтами. В случае возникновения конфликтной ситуации необходимо поднимать конкретные меры с учетом мнений рабочих и профсоюзов. На конференции были заслужены доклады на тему социального партнерства, коллективного договора и многого другого. По итогам работы конференции участники приняли резолюцию. Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. «Семь граней великой степи глазами молодежи». 180 статей опубликованы студентами в рамках Республиканской научно-практической конференции «Моя Родина, Казахстан». Конференция организована профессорско-преподавательским составом Карагандинского государственного университета имени Букетова. Статья президента «Семь граней великой степи» оказала огромное влияние на возрождение общественного сознания. Задачи направлены на формирование исторической памяти нации и определение роли казахского народа в мировой цивилизации. На конференции преподаватели и студенты обсудили основные проблемы национальных ценностей, озвученные главой государства. Сегодня нашей главной целью является разъяснение статьи президента студентам. Все мы знаем, что следующий год объявлен Годом молодежи. Поэтому молодые люди должны узнавать, обсуждать и интересоваться актуальными вопросами нашего народа. В этом мы всегда готовы их поддержать. Сегодня у них есть большая возможность поделиться друг с другом своими знаниями и опытом. Мы рады видеть их активную гражданскую и общественную позицию. Данная конференция проходит в стенах университета уже четвертый раз. Ежегодно в ней принимают участие студенты со всей республики. Мероприятие состояло из двух частей – пленарные заседания и секционные работы. В этом году секционные работы были проведены в рамках реализации программных проектов, указанных в статье главы государства. По каждым секциям студенты защитили свои научные труды. Сегодня я представлю свою статью, которая связана со статьей Нурстана Абешил Назарбаева, которая называется «Семь грани великой степи». В первом и во втором пункте он говорит о том, что лошадь впервые была одомашнена у нас в Казахстане. Это, по моему мнению, очень связано с моей темой, которая является история вооружения казахов. Так как казахи во время военных действий очень широко использовали лошадей. К примеру, даже первые доспехи для лошади были изобретены у нас. И мы ввели новый класс войск, который называется «Чужелая кавалерия». По итогам научно-практической конференции 180 научных статей студентов были опубликованы в отдельном сборнике. Авторы лучших работ награждены дипломами и благодарственными письмами. Мульдир Жакан Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пищевые нарушения, связанные с дефицитом витаминов и микроэлементов, представляют собой глобальную проблему во многих странах мира. Кафедра фармацевтики Академии Булашак организовала круглый стол на тему витамины и здоровья. Более 120 миллионов детей до 5 лет по всему миру имеют дефицит витамина А. Это приводит к повреждению иммунной системы, в результате которого ежегодно умирают около миллиона детей. Дефицит йода во время беременности женщины обуславливает рождение в мире почти 18 миллионов умственно неполноценных младенцев. Дефицит железа ухудшает умственное развитие около 60% детей в развивающихся странах. Такие данные были приведены в ходе круглого стола в Академии Булашак. Преподаватели и студенты кафедры фармацевтики обсудили влияние витаминов на здоровье человека. Актуальность этой проблемы в настоящее время увеличилась настолько в результате того, что сейчас человек очень мало двигается. Гиподинамия. В результате гиподинамии калорийное питание у него уменьшено. Даже волей и неволей большинство едят меньше. А потребность в витаминах как была высокая, определенная вернее, так она осталась. То есть с меньшим количеством пищи мы употребляем гораздо меньше витаминов. Участники круглого стола также отметили, что в последние годы большая часть населения Казахстана разделилась на два лагеря. Одни заявляют, что нужно каждый день употреблять поливитаминные препараты. Вторые впадают в другую крайность. Якобы витаминные препараты вредны для здоровья. Истина, как водится, находится посередине. Целью мероприятия явились обмен информацией и выработка рекомендаций. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев. Первый. Более 400 случаев рака молочной железы выявили карагандинские специалисты за 10 месяцев текущего года. В областном онкологическом диспансере проходят дни открытых дверей, чтобы каждый смог получить ответы на вопросы и пройти осмотр. В пресс-конференции принимают участие и представители фонда «Вместе против рака». 475 случаев рака молочной железы выявили за прошедшие 10 месяцев врачи областного онкологического диспансера. Это самое распространенное онкологическое заболевание у женской половины. В народе его называют молчаливым убийцей, ведь болезнь подкрадывается незаметно. Однако, несмотря на всю коварность заболевания, оно успешно лечится, если выявить его вовремя с помощью скрининга. На сегодняшний момент в нашем онкодиспансере выявлено 475 женщин за 10 месяцев заболевших раком молочной железы. Из них ранняя диагностика 205 женщин. Это благодаря скринингу, благодаря вот таким мероприятиям, в результате чего выявляются ранние формы рака молочной железы. Если на ранних этапах выявить опухолевые процессы молочной железы, то выздоровление первой стадии достигает 95-100%. С раком борются не только отечественные врачи, но и неравнодушные казахстанцы. Именно по инициативе таких людей был создан фонд «Вместе против рака». На протяжении 10 лет общественный фонд вносит значимую лепту в информирование населения, раннюю диагностику рака и его лечение. За 10 лет работы фонда, разумеется, большой частью работы является хандрайзинг, то есть добыча средств, привлечение спонсорских средств, меценатских, просто людей на самые различные проекты. И в том числе в свое время мы приобретали различные оборудования для каких-то онкодиспансеров, включая даже такое сложное оборудование, как анализатор, иммунно-ферментный анализатор для лаборатории, функциональные кровати. То, что необходимо в данный момент, допустим, не выделено были на это средства. Сейчас средств довольно много выделяется на онкологию и с каждым годом эта сумма увеличивается, к счастью, в бюджет. На пресс-конференции пояснили, что в ближайшие выходные пройдут дни открытых дверей в онкологическом диспансере. Все желающие, в частности представительницы слабого пола, получат возможность пройти осмотр и пообщаться со специалистами. Данная практика очень важна для тех, кто в суете рабочих будней забывает о плановых обследованиях. Главное в лечении рака – раннее выявление. Нужно помнить, что вовремя выявленный и квалифицированно пролеченный рак, как правило, имеет благоприятный исход. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Творчество не имеет границ. В Караганде состоялся третий городской фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Организатором мероприятия является общественный благотворительный фонд «Лучик надежды». 150 людей с физическими ограничениями получили возможность проявить себя на сцене. В фестивале «Караганда без границ» приняли участие не только дети, но и взрослые. Для них фестиваль стал стартовой площадкой для участия в областных, республиканских и международных конкурсах. Такие фестивали очень нужны. Они должны поддерживаться всеми и коммерческими структурами, и социально ответственным бизнесом, ну и, конечно, нашей исполнительной властью. А депутаты Караганинского городского масляхата тоже всегда поддерживают, принимают участие непосредственно в проведении таких мероприятий и радуются успехам наших людей с ограниченными возможностями. В программу фестиваля вошли групповые танцы, танцы на колясках, вокал и жестовое пение. Ансамбль «Шаттык» состоит из шести солисток. Физические ограничения для этих прекрасных девушек не помеха. Их всех объединяет общая любовь к танцам, творчеству и к сцене. Наш ансамбль был создан, когда мы еще учились в четвертом классе. Сейчас мы уже набрались опыта и участвуем во многих конкурсах. Будь это широкомасштабные мероприятия или узкие круги. В нашем репертуаре есть несколько видов танцев различных народов. Подобный фестиваль дает нам стимул дальше развиваться и побеждать. 85 участников фестиваля из 150 были награждены специальными призами. Общественный благотворительный фонд «Лучик надежды» проводит городской фестиваль «Караганда без границ» уже третий год. Фонд на протяжении 20 лет оказывает помощь детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются. Мульдир Нурлан Кза, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансово Умстер. Субтитры подогнали Симон.